Добрый вечер! В прямом эфире программа «На самом деле». Меня зовут Алена Черновол. Далее в выпуске мы будем подводить итоги самых важных и значимых событий, которые на самом деле произошли сегодня. Давайте начинать. Соглашение о Северном потоке-2. Есть ли сдача интересов нашей страны? Трудовая миграция украинцев. Поговорим с экспертами о том, достаточно ли делает государство для предотвращения оттока граждан. А еще обсудим пятую волну вакцинации в Украине. Северному потоку-2 быть? Соединенные Штаты и Германия договорились о сделке по проекту строительства газопровода. Ожидается, что стороны объявят о достижении договоренности уже сегодня. Как сообщает издание The Wall Street Journal, американская администрация якобы решила положить конец многолетнему противостоянию с Берлином по Северному потоку-2. Германия же, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. Также предусмотрены санкции по отношению к Москве, если власти ФРГ посчитают, что Российская Федерация применяет энергоресурсы для давления на Украину. Байден ждет Зеленского в Вашингтоне 30 августа. Об этом не могу я вам не сказать, потому что эта информация появилась буквально за несколько минут до нашего прямого эфира. Официально сообщил об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. И это обязательно обсудим в связи с темой Северного потока-2. Также с нами уже на связи Андрей Золотарев. Это политолог Андрей. Добрый вечер. Добрый вечер. Возможно, зря я связываю. Скажите, две эти темы, два эти события. С одной стороны, запуск газопровода «Северный поток-2». С другой стороны, вот та информация, о которой мы сегодня услышали. Не случайно ли о встрече Зеленского и Байдена 30 августа? Проводим параллели между этим или нет? Безусловно, эти темы будут увязаны, поскольку речь будет идти о безопасности Украины. А Северный поток-2 – это не только об экономике, не только об энергетике. Это геополитика и это вопрос безопасности. Ибо газотранспортная система Украины долгое время, являвшаяся, по сути, монополистом по транзиту газа в Европу, она выступала своего рода предохранителем, давала определенные гарантии безопасности для Украины. Ибо мы помним 2009 год и помним ту обеспокоенность европейцев, которую они выказывали тогда, когда был газовый кризис. И поэтому вопрос «Северного потока-2» – это вопрос геополитики. Ибо Путин, построив 1320 км этого газопровода, очень дорогое удовольствие, очень большие экономические издержки. Но это сделано как раз с прицелом для того, чтобы получить очень мощный инструмент геополитического давления, который, по сути, позволяет стать действительно монополистом и диктовать правила игры на энергетическом рынке. К сожалению, Германия продемонстрировала, что для нее цены выше ценностей. Это факт. Ибо пошли даже на нарушение ряда норм Евросоюза, касающихся равного доступа к энергетике. И мы должны понимать, что прежде всего Германия руководствуется собственными интересами и стремлением стать энергетическим хабом Европы. Да, Андрей, еще хочу уточнить у вас вначале, почему я сказала вам о том, что связываем ли мы эти два события. Сегодня мы можем получить какие-то разъяснения по этому соглашению между Соединенными Штатами Америки и Германией. С одной стороны, касательно вот этого взаимопонимания в проекте постройки Северного потока-2. А с другой стороны, мы вот слышим еще до вот тех вот каких-то моментов разъяснительных этого соглашения между странами, мы слышим, что мы приглашаем президента Зеленского 30 августа. Не является ли это каким-то таким подсластителем для нас сейчас перед тем, что мы можем услышать касательно Северного потока-2? Вполне возможно, ибо мы еще не видели текст этого соглашения. Чем завершился диалог лидеров Германии и Соединенных Штатов Америки? Если там будет конкретика, если там будет минимум деклараций, а, скажем так, реальные какие-то обязательства, это один разовой. Если же будет за все хорошее против всего плохого, то, увы, мы в очередной раз, собственно, рискуем оказаться в ситуации предстоящих нам очень серьезных рисков и потерь. Андрей, здесь услышали. Вы с нами оставайтесь, пожалуйста, на связи. А я присоединю к вашей компании также Сергея Лещенко, журналиста и экс-народного депутата. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Говорим сейчас с Андреем Золотаревым, с одной стороны, о тех переговорах, которые ведутся между лидерами Соединенных Штатов Америки и Германии, о том соглашении между ними, о котором мы сегодня можем уже услышать. И к зрителям обращаюсь, как только будут известны какие-то официальные подробности, мы обязательно вам первыми об этом расскажем в нашем прямом эфире. Тем не менее, Сергей, это соглашение, которое мы ждем, да, пока что, но зато мы уже получили информацию касательно визита нашего президента Владимира Зеленского в Америку. Вы как-то проводите там какие-то параллели, диагонали между этими сообщениями? Или это совершенно разных пазлов картинки? Я думаю, что нам было бы лучше визита получить в июле, потому что в июле еще можно застать конгрессменов на месте, а для Украины важно, чтобы украинская тема прозвучала не только в Белом доме, но и на Капитолии. Потому что парадоксальная ситуация, когда сейчас на Капитолии, то есть в Конгрессе, в двух палатах, больше союзников Украины, чем в Белом доме, в части тех интересов, которые нас беспокоят больше всего. Это Северный поток-2. Потому что администрация Байдена решила не вступать в конфликт с Германией и пойти на эту сделку. А в Конгрессе и особенно в Верхней Палате, в Сенате, есть несколько очень активных противников этого проекта. В частности, Тед Круз, техасец, который был первым, который внес санкции еще два года назад. Нужно сказать, что он последователен в этом. Тут есть его тоже интерес логичный, потому что в Техасе есть добыча сжиженного газа, для его штата важная, которую можно керами транспортировать в Европу. И он отстаивает интересы не только Украины, но и свои локальные. Но для нас важно, что он тут наш друг. И вот эти люди, они бы на месте, если бы визит проходил в начале августа хотя бы, не в конце имени. 30 августа я все-таки сомневаюсь, что они вернутся с каникул. По моей информации, у них сессия начнется 10 сентября. Поэтому для Украины эта дата не совсем тот, что мы хотели. Но, я так понимаю, не все мы могли добиться. Не все зависело от нас. В данном случае здесь была борьба за дату. Мы хотели, чтобы визит был летом, потому что это было обещано президентом Байденом. С другой стороны, чтобы это было время, когда есть конгрессмены в Вашингтоне. Получили дату, когда, скорее всего, они будут на каникулах. Может быть, некоторые вернутся раньше, чтобы готовиться к сезону. Все-таки в школу в Вашингтоне идут дети. Возможно, некоторые успеют уже вернуться к тому времени. Вот такая ситуация. Для нас поток – это неприемлемый проект не только с точки зрения потерь нашего бюджета. Вмеряться будет миллиардами долларов, но и с точки зрения безопасности. Это, я думаю, важнее сейчас подчеркнуть. Потому что для России напасть на страну, от которой она зависит, это было всегда более рискованно, чем напасть на страну, которая уже больше не нужна с точки зрения транзита. И поэтому мы, по сути, теряем один из счетов, который нас оберегал от прямой агрессии. Это транзитный поток. К сожалению. Сергей, я сейчас еще добавлю информацию. Но перед этим зрителям нашим заявлю, что наша прямая трансляция идет также в Фейсбуке. Возможно, Вам там удобнее нас смотреть. И не только смотреть прямую трансляцию, но и писать комментарии. Ваши мнения, Ваши взгляды, Ваши, возможно, вопросы в наш эфир. Пожалуйста, в Фейсбуке такая трансляция тоже есть. Для Вашего удобства, приятного просмотра. Мы продолжаем. Оставляет за собой право на использование санкций и американская сторона. Но соглашение между Германией и Соединенными Штатами Америки на данный момент предотвратит введение предписанных Конгрессом США санкций против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG. Весной Соединенные Штаты приняли решение пока что не вводить санкции против компании, единственным акционером которого является «Газпром». «Газпром», поскольку это, по словам госсекретаря Энтони Блинкина, противоречило бы национальным интересам Соединенных Штатов Америки. При этом Вашингтон решил тогда применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Андрей, касательно этого, очень много информации и в множестве американских изданий, печатных, за которыми мы также следим. Те издания, которые редко дают какие-то дезинформационные материалы, вот они говорят о том, что сейчас общее мнение складывается в ключе о том, что Соединенные Штаты Америки говорят нам, остановить строительство проекта «Северный поток-2» уже невозможно, но возможно предотвратить какие-то пагубные разрушительные последствия. Вот такими очень размытыми фразами об этом говорится. Что мы под этим можем представлять для нас в первую очередь? Я бы обратил внимание на другой момент. На прошлой неделе три дня в Москве гостил господин Керри. А это один из тех людей в Белом доме, которые пользуются доверием Байдена. Но, как известно, он пользуется не только доверием Байдена, у него достаточно такие плотные наработанные связи с российским эстеблишментом. И в том числе там обсуждались вопросы энергетики и санкций. Там скорее все-таки по климату больше, но Керри наводил мосты. И вот это вот, на что я обращаю внимание, мы должны увидеть текст. И по нему, уже отталкиваясь от того, что фактически имеем, мы сможем сделать выводы. Пока, я думаю, что мы не должны питать больших иллюзий. Тем более, что, по сути, читая между строк, нам говорят о том, что, увы, поезд ушелый – это вопрос решенный. Да, Андрей, добавлю еще информации о том, что санкции Соединенных Штатов Америки не смогли остановить строительство Северного потока-2. В этом уверены и в Госдепе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Он также напомнил, что газопровод был построен более чем на 90%, когда администрация Джо Байдена приступила к своим обязанностям в январе 2021 года. Андрей, что вы скажете по этому поводу? Мы понимаем, что вопрос в большей мере политический, нежели энергетический, экономический и весь прочий, которые нам пытаются разъяснить и говорят, ну, это коммерческий проект. Но ведь для нас это вопрос безопасности, в первую очередь, не только энергетической безопасности, правда, а гораздо более масштабного понятия. Он очень на этот момент и указал. Увы, но американцы подошли прагматически, прекрасно понимая, что, да, действительно, газопровод на 90% построен. В принципе, и полтора месяца назад небезозвестный нам Уолкер говорил о том, что, ну, по сути, вопрос практически закрыт. Но американцы предпочли не жертвовать отношениями с Германией, препятствуя тому, что они уже не могут остановить. И все это закончилось, естественно, переговорами, диалогом Меркеля и Байдена относительно того, что делать дальше. И вот, собственно, их итоговый документ, это и будет, собственно, будет резюмировать то, что будет делать дальнейшую политику по отношению к Северному потоку-2. Да, Сергей, я уверена, что вы уже изучали ту информацию, которая поступает, да, по поводу тех моментов, которые могут быть в том соглашении между Соединенными Штатами и Германией прописаны. И там очень такими пока что общими фразами касательно поддержки Украины, касательно каких-то колоссальных инвестиций в энергетическую инфраструктуру Украины и так далее. Сегодня также вот буквально максимально свежее заявление госпожа Нуланд сказала о том, что Соединенные Штаты Америки в этой беседе с лидером Германии проговорили, что ФРГ будет давить фактически на Россию, чтобы продлить на 10 лет еще этот контракт по транзиту газа через Украину. Еще на 10 лет, а я напомню, этот истекает в 2024 году. Вот такие ли шаги нас устроят в случае запуска Северного потока-2? Это лучше, чем ничего. С другой стороны, 10 лет пролетят быстрее, чем нам кажется. Помните, у нас был газовый контракт с Ильей Тимошенко и Путиным заключен, но он тоже был на 10 лет, и время пролетело очень быстро, глянуться не успели. Поэтому 10 лет – это даст возможность как-то переориентировать, возможно, потоки газа для Украины, поиск альтернативных источников. Потому что вы должны понимать, если Россия отключит транзит в Европу через Украину, то для самой Украины будет невозможно получать реверс по короткому плечу. Потому что сейчас, как идет ситуация, мы транзитируем газ в Россию, российский газ в Европу. Он попадает на границу со Словакией. И со словацкой границы по обратной трубе закачивается в Украину. И мы покупаем, выходит, что европейский газ, купленный на словацко-украинской границе, без транзита по Европе. А если пойдет транзитом газ через Северный поток, и он будет идти потом фактически через всю Европу до украинско-словацкой границы, то мы получим, наверное, самый дорогой газ во всей Европе, поскольку у нас будет самое длинное транзитное плечо. Это еще одна особенность, которую мало кто пока учитывает. Поэтому 10 лет – это время для перестройки системы, возможно, неплохое, но этого явно недостаточно, чтобы построить экономику на замещение тех потерь, которые мы будем получать из-за отказа транзитировать по Украине. То есть это миллиард, два, три в год минимум потерь, которые, по сути, на все будущее украинской истории будут для нас утрачены. Плюс рабочие места в системе, плюс содержание системы, которые придется ездить на металлолом, это очень серьезный удар по Украине. Это нужно понимать и не преуменьшать его. Поэтому я в таком смысле понимаю риторику власти, которая говорит без дипломатических увертюр, что это предательство Украины. Это реально для Украины будет сопоставимо с, ну, я считаю, да, с отказом ядерного оружия. Только ядерное оружие для нас, на основном, избавило от финансовых потерь. А здесь мы финансовые потери будем нести, причем очень серьезные. Там есть тоже параллель с Будапештским меморандумом. Мы обязательно еще об этом поговорим, когда будем говорить о реакциях. Прямо сейчас их добавлю, что звучит «за океаном». Сделку по газопроводу не одобряют и в Сенате Соединенных Штатов Америки. Так сенатор-республиканец Тед Круз назвал такое решение «катастрофой и победой президента Российской Федерации Владимира Путина». Как отреагируете вы на такое высказывание? Сейчас мы его услышим в первую очередь. Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для российского лидера Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину. Давайте обсудим, пожалуйста, это мнение. Сергей, в первую очередь, вы как отреагировали? Потому что мы сейчас говорим о вопросе энергетическом, но подобные реакции звучат и касательно других вопросов. Для нас это безопасность, пусть энергетическая и не только. И когда мы говорим о себе, нам говорят и наши европейские партнеры, и заокеанские, что это безопасность Европы, это безопасность чуть ли не половины мира. А вот сейчас мы слышим, что запустится Северный поток, и это будет победа Российской Федерации. И мы понимаем, что там газ – это не энергоресурс, там газ – это оружие. Я думаю, что, мне кажется, это понимают и в Белом доме, и в ведомстве канцлера, но для них предвалируют, да, перевожают их личные интересы. Поэтому Украина должна стоять на своем и, ну, возможно, даже ситуацию обострять публичными заявлениями. Нам нечего терять, понимаете. Если говорить о Будапештском меморандуме, возможно, для нас это еще повод напомнить, как нас кинули с этим документом. И, может быть, ситуация позволит нам дожать то, что мы не получили по Будапештскому меморандуму, возможно, в вопросе Донбасса. Сергей, только что буквально появился твит президента Украины Владимира Зеленского. Я зачитаю и вам, и нашим зрителям, ожидаю содержательной встречи с Джо Байденом. Джозеф Байден отмечен отметкой в Твиттере. 30 августа пишет президент Владимир Зеленский и добавляет о том, что мы продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки. Это мир на Донбассе, это возвращение Крыма, безопасность Украины, энергетики как фактора безопасности, экономического развития и поддержки реформ. Это сообщение появилось на аккаунте в Твиттере нашего президента Владимира Зеленского. Андрей, хочу, чтобы вы также прокомментировали и вот то мнение конгрессмена американского, ну и в целом, чего нам ждать, то, о чем мы говорили с Сергеем Лещенко, возможные предложения, компенсации, которые со стороны Германии и Соединенных Штатов после их общения уже и заключения соглашения между собой, возможно, будут нам предложены. Ну, знаете, процитировали лишь самую мягкую часть того, что высказал Круз по поводу Северного потока-2 и этой сделки. Ну, я не буду цитировать, тут дело другое, потому что этот вопрос наверняка будет подниматься в внутриамериканском политическом дискурсе, и явно команда Байдена не хотела, чтобы, ну, собственно, эта тема, как говорится, вошла в резонанс. Возможно, вот действительно, дата 30-я, ну, абсолютно самошусь, оно связано с этим. Что касается даты визита, ну, я неоднократно говорил о том, что на этом пытались сделать такую некую зраду, о том, что едва ли там, кажется, и не будет визита, отодвигают вот эти две недели. Была масса спекуляций на этот счет. Ну, как видите, уже есть конкретная дата, я думаю, визит состоится в оговоренные сроки. То есть, на самом деле, да, у нас очень часто склонны к такой прикладной конспирологии в двусторонних отношениях. Возможно, действительно, как раз мы должны понимать тот факт, что весьма серьезное противостояние в самих Соединенных Штатах относительно европейской политики. И то, что сегодня команда Байдена все-таки пытается минимизировать тот ущерб отношениям с европейцами, который, ну, Соединенные Штаты нанесли за годы президентства Трамп. Вот касательно реакции Соединенных Штатов еще далее предоставлю информации. В Государственном департаменте США уже успели отреагировать на компрометирующий материал, который появился в СМИ. Советник Госдепа Дерек Шолли опроверг информацию издания «Политико». Чиновник подчеркнул, что Украина – демократическая страна, у которой есть свой голос. Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности. Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике, но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость. Вот это то, что сказал советник Госдепа сейчас. Для зрителей я разъясню, это статья свежая, которая появилась в издании «Политико», о том, что Соединенные Штаты Америки со своей стороны просят Украину фактически не вмешиваться сейчас в обсуждение тему «Северного потока-2», о том, что препятствование этому проекту и его строительству может помешать развивать отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Вот такой материал там был фактически. И вот то, что мы услышали от господина Шоли о том, что Украина страна независима, у нас есть свой голос и свое мнение мы можем высказывать так, как мы считаем. Сергей, отреагируйте, пожалуйста. Почему появилась, как вы думаете, такая несостыковка, потому что политика ранее не была замечена в какой-то подаче дезинформации? Ну, я думаю, политика не соврала. Действительно, существовала такая просьба. Возможно, она касалась коммуникации двух конкретных чиновников, где один другому посоветовал. Вы нас не сильно критикуете, а то у нас тут уже внутри самой Америки против президента Байдена может сравниваться коалиция в Грессе друзей Украины. Поэтому лучше с нами дружить, чем с нами ссориться. Я допускаю, вполне возможно, американцы просили украинских чиновников не раскачивать эту лодку. Но, я повторюсь, и нам-то особо нечего терять, поэтому лучше не молчать об этом и говорить прямо как есть. Для Украины это, может быть, второй раз за последние четверть века такой серьезный момент потери определенной субъектности. Сперва ядерное оружие, а теперь газовый транзит. И в первом случае все гарантии закончились пшиком. Нам есть что терять, и мы имеем негативный опыт, поэтому молчать нельзя. Это точно. Сергей, я вас благодарю за то, что вы с нами поделились своим мнением. Знаю, что я должна вас отпускать. Благодарю за участие в нашей программе. Сергей Лещенко, журналист, экс-народный депутат, был вместе с нами на прямой видеосвязи. Андрей Золотарев, политолог, с нами остается. Андрей, хочу, чтобы вы отреагировали также на вот эту несостыковку мнений. С одной стороны, что нам в политика предоставляют, а они, я напомню, там говорят, что у них свои какие-то источники, которым они доверяют. Откуда они получили, собственно, эту информацию. С другой стороны, мы слышим, что говорит нам Шолли. Да, мы понимаем, что приезжал он, но не встречался с президентом. Была встреча и с министром иностранных дел, и с главой офиса президента, и с премьер-министром, если я не ошибаюсь. То есть, как вы отреагировали на вот эти вот, ну вот такие несостыковочки в подаче информации? Ну, не могу с вами не согласиться с тем, что у политика действительно очень мощные инсайдеры и связи в американском эстеблишменте. Знаете, это технологический такой прием, когда официальное лицо не может, скажем, как говорится, из своего офиса заявить какую-то ту или иную позицию. Это делается через, как бы, вот такого рода издания, говорится, внешних экспертов и так далее. Да, действительно, очень непростые тамповское наследие в отношениях с Европой, где он довольно, ну, брутально вел себя по отношению к европейцам. Сегодня команда Байдена пытается эти отношения нормализовать и улучшить. И тут, действительно, если мы будем очень сильно стучаться в двери, ну, есть и друзья Украины и в Европе, в том числе и по Северному потоку-2. Это, естественно, будет создавать американцам определенные проблемы. Поэтому вполне допускают, что такая позиция существует. Но есть и наша позиция. Ведь, по большому счету, чтобы труба не превратилась в металлома, о котором говорил Сергей, ну, хотя бы должен быть сохранен какой-то пристойный объем транзита газа. Ну, порядка 40 миллиардов кубов ежегодно. Хотя труба может качать в 2,5 раза больше, но это тот уровень, который позволяет сохранить неубыточность трубы. И инвестиции, безусловно, в инфраструктуру. Поскольку, понимаете, украинская энергетика, она была заточена на большой объем использования газа. Это было выгодно. На этом делались колоссальные состояния. А стоит взглянуть на опыт Польши, которая, столкнувшись с тем энергетическим шоком в 90-х, радикально сократила использование газа. Да, есть издержки. При этой зимой Краков вы, ну, по запаху гари углерода ощутите, что там, да, газ экономит. Но и мы должны научиться экономить газ, уменьшать его потребление, где только можно. И здесь как раз энергосбережение, технологии энергосбережения, экономии, американские инвестиции вполне могут помочь в этом вопросе. Да, Андрей, мы будем завершать обсуждение этой темы. Коротко, напоследок, хочу, чтобы мы с вами подытожили. Мы имели в свое время Будапештский меморандум. Мы имели также определенные гарантии, определенную поддержку от наших партнеров, европейских в том числе. Мы все знаем, чем это закончилось. Как сделать так, чтобы сейчас возможные договоренности по поводу внедрения вот этого проекта «Северного потока-2» потом мы имели с кого спросить? Смотрите, я прекрасно помню 90-е годы, и тогда многие говорили о том, что мы отдаем ядерное оружие, вполне третий по мощности ядерный арсенал, на виртуальные гарантии безопасности. То есть, по сути, мы отдали реальное ядерное оружие на гарантии моральной поддержки. Ну, моральную поддержку нам оказали, и что дальше? Поэтому я считаю, я не люблю заниматься альтернативной историей, но я считаю, что тогда вполне, в обмен на ядерное оружие, мы могли получить гарантии и вступления в НАТО, и Евросоюз, я думаю, что ради такого вопроса пересмотрели многие, как говорится, и геополитические концепции. Мы могли получить гораздо больше. И точно так же и здесь эти гарантии должны быть закреплены материально и до юра. Да, самое главное, чтобы не было так, как с Будапештским меморандумом, когда мы не имеем теперь ниточек, за которые можем выйти на какой-то конструктив. У нас есть еще важная тема, Андрей, которую и с вами в том числе хочу обсудить. Теперь поговорим о трудовой миграции, потому что именно этой теме посвящен очередной форум «Украина-30. Трудовые ресурсы». Так, официально нет трудоустроенных граждан в Украине в два раза больше, чем тех, кто работает и платит налоги. Об этом на форуме «Украина-30» заявил министр экономики Украины Алексей Любченко. По его словам, около 3 миллионов украинцев каждый год уезжают работать за границу. Одно официально работающего, получение двух не работающих. С нами на связи также будет Алексей Поздняк. Это заведующий сектором миграционных исследований Национальной Академии Наук Украины. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю, что нашли несколько минут, чтобы с нами эту тему обсудить. На самом деле, то, что звучало на этом форуме сегодня и вчера также, ну, это не самая большая новость, потому что мы помним вот эти программы «повертайся, залышайся», «возвращайся, оставайся», когда начался вот этот бум вокруг ковида, когда страны стали закрывать свои границы, и когда очень много украинцев вернулись сюда. Разве не была способствующая ситуация для того, чтобы как-то закрепить, задержать что-то, предложить людям, чтобы они дальше не уезжали? Ну, в общем-то, не так много было возможностей действительно закрепить людей, поскольку зарплата в странах-рецепентах украинской рабочей силы намного выше, в разы выше, особенно если пересчитывать по официальному курсу. И, соответственно, после того, как началось возрождение европейской экономики, снова возник и усилился спрос на украинскую рабочую силу. Поэтому многие трудовые эмигранты возобновили поездки. В основном возобновили тех, кто имел и имеет все разрешения на трудоустройство. Ну, а тех, кто не может осуществить поездку, поскольку работали без оформления надлежащих документов, то многие из них просто проедают эти деньги, которые заработали в то время, когда осуществляли поездки. Вот есть еще мнение, которое я не могу не рассказать и нашим зрителям, и вам, и хочу, чтобы мы потом его коротко обсудили. По мнению директора Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Эллы Либановой, главным фактором миграции является неравенство. Давайте услышим. Давайте выходить из того, что главным действием миграции является неравенство. Неравенство между странами, между регионами. Людина, которая принимает решение ехать куда-то, не важно, села до Киева, села до Немеччины, села до Польши, вона уверена, что там, куда она поедет, ей будет лучше. И это лучше относится не только заработной платы. Пан Устенко абсолютно правый. Если бы все вымирювало столько денег, можно было бы эту проблему решить. Ее не удалось на сегодня решить. Жодней стране, в мире. А ни что до иммиграции, ни что до иммиграции. До речи, это окремая тема, и дай Боже, чтобы мы с ней стикнулись, какомога позже, с иммиграцией. А почему, на самом деле, я не согласна с тем, что большинство наших людей ехать через низкую зарплату? Они так говорят. А вот когда начинаешь с ними серьезное, глубинное интервью проводить, то понимаешь, что люди ехать, потому что они не видят не просто своей доли в этой стране. Это бы еще победы было. Они не видят будущего Украины. Они не видят того, что Украина будет такой страной, как, скажем, Польша или Чехия. Я уже не говорю про что-то более серьезное. И вот с этим, что делать, это вопрос не того, чтобы их вернуть. Это вопрос того, чтобы переконать людей, не ехать. Переконать их в том, что в нас будет светлое будущее. Тема очень обширная, но я вас попрошу, господа, максимально емко и коротко о своих мнениях высказаться. Андрей, пожалуйста, что думаете? Что толкает наших людей на выезд за границу на трудовую миграцию? Мы понимаем и слышим мнение, что это не только деньги. Абсолютно верно. Здесь я согласен. Качество жизни, которое включает в себя не только вопрос, сколько человек получает зарплаты, а и такие вопросы, как правоохранительная деятельность, правосудие, образование, медицина. Все это в комплексе. И дает, скажем так, то, что называется качеством жизни. Как раз низкое качество жизни является доминирующим фактором, не зарплата. Знаете, мне пришлось, буквально вчера прошла новость о том, что мы наконец сдвинули с мертвой точки проблему вакцин. Два миллиона из Соединенных Штатов. И как раз в это время я разговаривал с бывшим главным врачом одной из наших больниц. Вот она с грустью говорит о том, что да, это классно, все-таки команда президента сдвинулась с мертвой точки, то, что там проваливался Степанов. Но вакцина – это хорошо. Но у нас колоссальный дефицит, оказывается, среднего медперсонала. Есть больницы, где вообще нет медсестер. Как минимум 50-60 тысяч у нас уже нефицит медсестер. Да, Андрей, услышали вас. Мы о теме вакцинации будем говорить далее в нашем эфире. Я вас благодарю за мнения, которыми вы с нами делились. Алексей, вас хочу услышать касательно тех причин, которые толкают наших людей на выезд. Коротко, очень просто повысить зарплаты. Если бы была такая возможность развивать экономику, повышать зарплаты. Но не деньгами едиными. И то, о чем говорит Андрей, уровень жизни, условия жизни и так далее. Коротко, пожалуйста. Да, естественно, какая разница в качестве жизни. Но все-таки зарплата играет очень важную роль. И, собственно, не надо узко понимать экономичную зарплату только как зарплату. Это еще и возможности для будущих работ, для детей. То есть это тоже оценивается через призму их возможностей для заработка и соответствующего достижения, соответствующего к жизни. То есть экономические факторы главенствуют, но не нужно понимать их узко, только как зарплату. То есть все качество жизни – это как раз более емкая характеристика, которая и является движущей силой миграции. Услышали вас, Алексей. Я вас благодарю, господа, за то, что вы были с нами в этом эфире программы. На самом деле Алексей Позняк, заведующий сектором миграционных исследований Национальной академии наук Украины. И Андрей Золотарев, политолог. Спасибо вам, друзья. Нашим зрителям я в который раз напомню, что мы собираем всю эту информацию. Мы слушаем мнения, с одной стороны, чиновников и представителей власти государственной, с другой стороны, экспертов разных специализаций для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, на то, что вас интересует, и снабжать вас той информацией, которая вам необходима. С нами здесь, в студии, уже Александр Заика. Это руководитель национальной программы иммунизации. Александр, добрый вечер. Так, доброго вечера. Я вас благодарю, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Хочу дать информацию нашим зрителям и для нашего предметного обсуждения также. Пятый этап вакцинации от коронавируса стартовал в Украине. Теперь получить прививку может каждый желающий украинец, старше 18 лет. Для этого достаточно записаться на нее по телефону регистратуры пункта или центра вакцинации. А регистрация в приложении ДИЯ больше не нужна. Будет работать и живая очередь. Услышим. Мы вакцинируем уже с 18 лет всех людей. Это вакцинами у нас коронавак, астрозенека есть. Второй дозой мы вакцинируем это перед этим тех, кто прошел вакцинацию Пфайзером. И сейчас предприятия, которые проходили перед этим вакцинацию, мы сейчас их проводим второй дозой. И с сегодняшнего дня тоже начали активно уже использовать модерну. Александр, вы нам разъясняете пятый этап вакцинации. Пятая волна. То есть мы понимаем, что до этого было четыре волны, были приоритетные категории граждан Украины. Все приоритетные уже получили вакцины, я так понимаю, если пятая уже на нас. Ну, вы правильно сказали те, что вакцинация против COVID-19 в Украине происходит, что происходит с дорожной картой. Дорожная карта – это так называемый маршрутизатор, соответственно, до которого мы щеплюем, в зависимости от доступности вакцин, приоритетные группы. Есть группы приоритетные медициного риска, есть группы профессионного риска. И дорожная карта включает самым пять этапов. На первых этапах мы щеплювали медиков, которые надают допомогу хворим на COVID, которые работают в COVID-19 отделениях, отделения экстренки. Также мы щеплювали військовослужбовцев, которые защищают наши кордонные страны. Мы щеплювали группы критического риска, самым правоохранных органов и так далее, поступово рухаясь по каждому этапу и, соответственно, добавляя до каждого этапа, в зависимости от доступа до вакцин и доступности до вакцин, которая была на тот час. Мы сейчас говорим о том, что мы открываем пятый этап и даем возможность, как вы, верно, сказали, щеплювать всех, начиная с 18-ти годов, но в тот же час мы не говорим о том, что мы уже не щеплюемо предыдущие этапы. Мы обовязково делаем фокус именно на проритетные группы и особенно на людей похилого века. Потому что мы знаем, что от наслаждений и от тяжких ускладений COVID-19 самым хворяют и, на жаль, помирают люди летнего века. То есть мы продолжаем их щеплювать и делаем фокус именно на такие проритетные группы, которые не достигли с определенных причин сделать это щепление вчасно. Не успели или не захотели? Потому что я понимаю, что эти проритетные группы, которые были выделены под определенные волны вакцинации, этапы вакцинации в дорожной карте, но ведь там цифры были в планах миллионные. Сейчас мы понимаем, если я не ошибаюсь, меньше полутора миллионов украинцев, две дозы вакцины, которые получили. Стосовно планов, треба сказать про то, что есть национальный план, который предпочитает до конца вакцинации вакцинации. И у нас также есть амбитные планы до конца лета провести что-найменше 10 миллионов щеплений. Мы сейчас уже... Ну, темпы вакцинации нарощаются даже не щодижня, а щодня. Щодня, щодижня, щомесяця нарощиваем темпы вакцинации. И если проанализовать оцей промежок часу, например, начиная с травня, червня, вот в червня мы сделали более 1,5 миллиона щеплений против COVID-19. Это почти в 4 раза больше, а не за травень. Станом на 20 липня, на 21 липня, мы провели так же самую количество щеплений, как и в червне. То есть в липне мы сподіваемся, что эта цифра будет еще больше. На тижне попередньому мы ставили такие рекорды понад 100 тысяч щеплений каждого тижня. У нас есть лидеры региона, есть место Киев, которое щепляет близко 20 тысяч на добу. Есть региони не аутсайдера, которые делают трошки меньшую кількість, но они достатньо так же охопливают самих из пріоритетных групп. Мы используем декілька майданчиков, мы щеплюем в центрах первинной медико-санитарной допомоги, есть доступная вакцина CoronaVac, мы используем механизм центров вакцинации. До речи, даже вчера министром охороны здоровья было подписано распоряджение, в каждом месте с населением понад 100 тысяч будет створено додатковый такой центр вакцинации, который будет працювать до 7 дней на неделю и давать возможность доступа до безопасной, эффективной и безкоштовной вакцины против COVID-19. Александр, и я в той информации, которую озвучил для зрителей, и вы позже сказали, что вакцинируют всех граждан Украины, желающих, достигших 18-летнего возраста. Очень много информации уже о вакцинации и детей, в том числе, правдива ли она, потому что в открытых источниках встречается достаточно часто. Так, сейчас мы до этого пройдемо, чуть-чуть позже. Я хочу сказать про то, что вакцинуем с 18-ти и старше, но с обовязковым фокусом на людей похилого века. В первую очередь мы их запрошуем, и если есть такая возможность, даже самостоятельно беремо и приводим своих батьков похилого века, дедуссов, бабуссов, рассказаемо, где можно отримать щепление, и отримать своё гарантовое безкоштовное эффективное щепление. Стосовно детей, треба сказать про то, что вакцина, вакцина, вакцина Pfizer, внесла зміни до инструкций и позволяет використовувати вакцину дитям з 12-ти роков. Відповідно, одразу ж и отрубали мы в стране, и наказом Министерства охороны здоровья было затверджено новую инструкцию, переглянуто попереднюю, затверджено новую инструкцию від початку липня, ще від початку липня, яка дозволяє використовувати вакцину Pfizer дитям від 12-ти років. Ми зараз не говоримо про те, що потрібно одразу ж переключатися на цю когорту і щеплювати максимально дітей, ми говоримо про те, що діти, які мають певні ризики, хронічні захворювання, тяжкі онкологічні захворювання, які потребують захисту проти ковід, бо саме ковід може спровокувати і обтяжити цей анамнез, даємо їм також доступ до вакцини. Тобто діти з 12-ти років, які мають тяжкі ускладнення, хвороби, тяжкі хвороби, онкологічні хвороби, або ті, які мають необхідність, наприклад, виїзду за кордон, виїзду на змагання, виїзду на навчання, можуть отримати такий доступ до вакцини, оскільки Pfizer і інструкція дозволяє це використовувати. Про вийд за границей по ці сертифікати, Александр, у нас дуже мало вирішення, нескільки минут, а я хочу у вас розпросити. Це інша тема ефіру, але зараз... Важне, що може крутитися в голові у наших зрителів, допустимо, ті, хто ще, можливо, розміщує, а можливо, хоче вакцинироватися, ну, там, либо ще думає, де, чи ще якось. Якщо людина йде в центр вакцинації, в то мідеучреждення, де він може отримати вакцину, а йому кажуть, ну, от, немає вакцини для вас или ще щось, сталкивається з якими-то проблемами, куди далі звернутися, є ли такі случаї, знаєте ли ви о них? Ну, насправді, якщо є такі випадки, то обов'язково їх треба фіксувати, треба звертатися на контакт в центр Міністерства охорони здоров'я і фіксувати кожен такий випадок. Наразі, я вам не скажу такої інформації, бо в нас її немає, але таких відмов, ну, катастрофічно мало, або вони ж взагалі відсутні. Якщо ж вони є, будь ласка, звертайтесь, фіксуємо, розбираємося конкретно з кожним випадком. Відмовляти не повинні. Чому? По-перше, щеплення добровільне і є безкоштовне. Звертайтеся на зручний для вас ресурс в центр вакцинації населення, в центр первинної медико-санітарної допомоги і до свого сімейного лікаря в першу чергу. І вам не відмовлять, оскільки ми вже зараз говоримо про відкриття п'ятого етапу. Треба сказати, що в Україні доступні чотири вакцини. Є AstraZeneca, є CoronaVac, є вакцина, відбувала така Pfizer, і вакцина Moderna, про яку вже сказав наш лікар, колега з Подільського району міста Києва. Ці вакцини є доступними. Вакцину AstraZeneca ми використовуємо на друге щеплення. Ті, хто особи отримали, українці отримали щеплення AstraZeneca, і зараз через 12 тижнів інтервал отримують другою. CoronaVac також доступний в пунктах щеплення і на центрах вакцинації. Проміжок між першим і другим щеплення 28 днів. Вакцина Pfizer, інтервал між першим і другим 21 днів, і вакцина Moderna 28 днів. Ещё, що важливо, ми розуміємо, внутрішні переміщені ліця можуть знайти ці центри, де їм удобно пойти і зробити вакцину, зробити прививку, пройти вакцинацію. Це одне діло. Для наших граждан, які на временні неподконтрольній території знаходяться, куди їм обращаться, є ли якісь центри, які неподалеку КПВВ, що для цього потрібно имати? Возможно, якісь документи, дія вже не потрібна, я так понимаю. Так, це дуже хороше питання, дуже дякую за нього. І ці алгоритми проговорювалися, і такі алгоритми прописані навіть і в дорожній карті. Ми на постійному зв'язку з прикордонними територіями, на лінії розмежування, ми знаємо, у який спосіб краще щепити всіх українців, незалежно від того, на які території вони перебувають. Якщо українці перебувають на непідконтрольній території України, неподалік КПВВ є пункти щеплень тих регіонів Донецької, Луганської, Херсонської областей, де можна отримати безкоштовне щеплення. Єдине, що потрібен, звичайно, умови отримання, обов'язково паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, аби лікар міг зробити це щеплення і внести до електронної системи охорони здоров'я. Як перше, так і друге щеплення. З можливостю повідомити потім про необхідність проведення другого щеплення. Тому вакцинуйтесь, будьте здоровими, незалежно, на якій території ви перебуваєте. Якщо українці перебувають навіть на підконтрольній, звертаємося до нас, при КПВВ є пункти, вакцинуємося. Дякую вам, Олександр, за ці роз'яснення і за ваше пожелання. Уже в самому конеці Олександр Заіка, руководитель національної програми імунізації, був з нами тут в студії. Друзі, з вами була Ялона Черновол. Це програма «На самому діле». Смотрите нас в ефірі. Обязательно підписуйтесь на наші соціальні сети, якщо ви ще не там, а ми і в Ютубі, і в Фейсбуці, і в Телеграмі, де вам удобно. І до встречи завтра. Спасибо вам за внимание і за доверіе.